Евгений, добрый день. Да, здравствуйте. Мы как юные пионеры готовы к вашему интервью. Даже петличку сейчас прикреплю. Скажите, что это за картина у вас на стене? Вы знаете, ну вообще я собираю картины, как бы и собирал. Я действительно как бы немножко разбираюсь, немножко совсем разбираюсь в искусстве. Для меня когда-то это был некий вид инвестиций. Зная, что я люблю это дело, мои просто друзья. Вот эта картина, она как бы инвестиционной стоимости не имеет. Это просто мне подарили на день рождения мои сотрудники. Просто прикололись, видимо, у кого-то заказали. Такой сидит старый довольный еврей, который считает денежки. При этом у него трубочка, он там курит и поднимает бокал хорошего вина. Ну короче, намек, что Женя живет до старости. И радость о жизни. Как вы думаете, вот тогда времена были лучше с точки зрения зарабатывания бабла? Или бы сейчас открывать возможности более широкие? Ну я вообще считаю, что слово зарабатывание бабла... Я вообще не люблю слово бабло. Я люблю слово «деньги», «инвестиции», «разумный риск», «риск аджаста гритяна» и так далее. Слово «бабло» я не очень люблю. Оно какое-то неправильное для нас. Но если серьезно, я думаю, что во все времена были возможности. И нормальный творческий человек всегда может найти какие-то возможности. Понятно, что зарабатывать деньги в период просперити, когда сыплются заказы, когда приходят иностранные инвесторы, когда что-то хотят, российские инвесторы прибегают, возьми наши деньги, пожалуйста, в управление, чего-нибудь купи, чего-нибудь продай, рынок бурлит. Ну, по крайней мере, для меня всегда проще. Да и, собственно говоря, понимаете, рынок-то бурлит фондовый тогда, когда и с экономикой все здорово. А когда он забурлит? Когда забурлит? Ну, это Владимир Владимирович. Нет, ну, смотрите, это зависит от того, будут ли проведены серьезнейшие реформы в нашей стране. Да и вопрос не только в реформах. Понимаете, вот недавно мой коллега и старый товарищ Андрей Мовчан довольно верную вещь сказал. Я очень внимательно вообще слежу за заседанием из Толупинского клуба. Более того, там и звали меня тоже, просто был за границей в этот момент. Есть у меня пару, там, тройку, там, четверка, пятерка неких идей, которые могут помочь. Но Андрей говорит, как бы, одну очень правильную вещь, с которой невозможно поспорить. Основная наша проблема сегодня – это проблема рисков. Любой инвестор, желая вкладываться в нашу экономику, говорит, что, ребята, вот сегодня риск Just a Trition в России очень большой. И Андрей классифицировал штук 6 или 8 рисков. Я, как бы, не могу с ним не согласиться. И вот наша задача главная – все реформы должны быть направлены на минимизацию рисков. А минимизация рисков – это не только минимизация, скажем, рисков, когда государство скажет, типа, вот теперь бизнесменов не будем сажать. Нет, это все гораздо серьезнее. Это и риски защиты частной собственности, это и, соответственно, неустойчивость в этом плане. Это риски для инвесторов, когда, к примеру, любой миноритарий понимает, что он по большому счету никто. И тут много, тут целый… это очень серьезный пласт. Вот, поэтому, когда у нас все забурлит, когда любой Вася Пупкин, сравнивая возможности инвестирования в Бразилии, в России, в Китай, в Индонезии, не знаю, в Годелупе, в Азеленде, будет говорить, да, сегодня интересно вложить в Россию, у нее большой потенциал. И, как нам кажется, риски будут снижаться. Будут снижаться риски, будут падать доходности наших евробандов, будут расти наши рейтинги, будут приходить капиталы. А вот и все взаимосвязано, вот и все. Я вам расскажу. Мы были у Андрея в гостях. Как раз его включили в эту рабочую группу, которая в Салатинский клуб вместе с Миркиным, другими экономистами, альтернативными. А он говорит, а я, наверное, не буду. Без моего согласия включили. Это, типа, ну, намек такой был, что это, типа, профанация, возможно. Нет, смотрите, я не считаю, что это профанация. Я знаком с большим количеством ребят, которые туда включили. Я знаю очень хорошо господина Миркина, ну, как знаю, знакомая. Я знаю и Лешу Голубовичу очень неплохо. Я, естественно, хорошо очень знаю и Андрюшу. Понимаете, это, ну, ребята, которые действительно профессионалы, которые понимают, что надо делать. Проблема в одном. Понимаете, очень трудно в одну телегу, как бы, запрячь трепетную лань и вот все остальное. Они все равно в разные стороны. Это ширма будет, не профанация, а ширма. Это не будет ширма. Понимаете, каждый будет стараться. Чиновники будут считать, что вот самое правильное вот это. Экономисты теоретики вот это. Экономисты практики вот это. Бизнесмены от реального сектора вот это. И сойти здесь очень тяжело. Понимаете, поэтому я боюсь, к сожалению, что может быть ситуация лебедь, рак и щука. Но есть некие базовые вещи. Инвестор когда идет? Когда снижаются риски? Когда вот возникает... Это, понимаете, это очень подспудно. Это нечто энергетическое. Это нечто вот такое воздушное. Когда вдруг, в какой-то момент, конкретный человек понимает, а, я вот боялся этого, похоже, что этого не будет. И вдруг он видит, что вот, да, его слова подтверждаются. Понимаете, вот есть понятие money talks. Когда вдруг доходность евробондов России будет снижаться. Кстати, она и сейчас невысокая, по большому счету. Или вдруг корпоративные облигации пойдут кверху, или еще что-то. То есть, мы увидим некое подтверждение. Но подтверждения должны быть прежде всего, конечно, из реального сектора. Вот здесь мы говорим много про импортозамещение. Но проблема состоит в том, что импортозамещение работает тогда, когда открыта экономика. Когда экономика все более и более закрывается, ну какая в жопу импортозамещение. Так, это мы не вырежем. На самом деле, хотел вас спросить по поводу доллара и рубля. Да, потому что вы сказали такую интересную фразу на фейсбуке позавчера. Что более-менее с динамикой, как, а, движение вполне предсказуемое, вот так вы сказали. Вполне предсказуемое. Ну да. Вот расскажите, интересно. Ну, смотрите, дело в том, что еще тогда, когда у нас был вынос такой очень сильный на уровень по доллару 86, 80, ну короче, выше 80, я понимал, что это просто паника. Более того, у меня даже там с кое с кем был спор, я говорил, что, ребят, в принципе, этого не должно быть. Ну, как бы там отрубили, вот выиграли, у Когана стало. Ну и что, и через буквально день-два все откатило. Мой тезис был простой. Господа, есть понятие сезонности. И с ним очень трудно спорить. Это первое. Когда очень небольшой спрос на валюту. Второе. Есть понятие, что просто очень маленький долг, который надо стране выплачивать и корпорациям выплачивать в этот период. Это тоже факт. Это объективный факт. Следовательно, потребность в валюте небольшая. Третье. Есть такое понятие, как небольшой спрос как раз на... То есть, спрос на валюту небольшой, а потребность в рублях, спрос на рубль большой. При этом, вот, есть мнение, что немножко денежная база растет. Да не растет она так, чтобы... Все равно это фигня, по большому счету. Поэтому, есть еще 30 причин. В частности, несмотря ни на что, у нас, да, она сокращается, но, тем не менее, позитивная сальто платежного баланса. Поэтому, понимаете, приток валюты все равно в страну достаточно большой. Экспорт, в натуральном выражении, достаточно большой. Цены на нефть более-менее закрепились в районе 39-40 долларов. Вроде как, некоторая такая паника, что ли, прошла. С чего рублю падать? Да, я понимаю, что есть потребности бюджета. Но тут есть еще одна такая хитрость. Вообще-то, потребности бюджета обычно, как бы, традиционно, это все-таки 3-4 квартал. Как-то вот там раскочегаривается все. Поэтому, мое мнение, что ничего тут особенного не будет. И, как я говорил, что когда было там 80+, что мы где-то там на 70-минус пойдем. И, скорее всего, на 60-х фигурах запрыгаем. Ну, я называл цифру 67. Так получилось, что, наверное, на самом деле, вы среди других прогнозистов славитесь правильно прогнозами по доллару. Ай, говорите, говорите. Нет, по-другому все равно мне приятно. Благодаря этому, так сказать, у вас достаточно много подписчиков. Ну, в том числе, благодаря этого. Вы знаете, даже вы не знаете, как избавляться от этих подписчиков. Уже так много стало. Нет, зачем? Я никогда от кого не хочу избавляться. Я всех очень люблю и ценю. Мы на прошлый раз говорили, что вы как раз чистите от девушек, которые интересуются долларами. Нет, это немножко другое. Я очищусь от, во-первых, знаете, людей-космонавтов полубезумных, товарищей, которые чушь несут, мне это не надо. Второе, я очищусь от назойливых барышень, которых интересует не я, а вот есть какой-то там сладенький, наверное, богатенький. Вот надо бы это самое. Вы знаете, вот это мне не нужно все. А люди, которые приходят, которым что-то интересно, да, я всегда рад любому подписчику или любому там франду, это все нормально. Теперь, вы знаете, судьба гуру, я просто считал, она очень всегда трагична. Человек угадывает, 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 в какой-то момент перестает угадывать, и все от него отворачиваются. Понимая это, я хочу сказать следующее. Первое, я не гуру. Второе, я не угадываю и не собираюсь угадывать. И я никогда не буду утверждать, что я несу истину в последней инстанции, знаете, вот так, слушайте меня, люди, бандерлоги, идите сюда. Нет, я экономист. Я беру и делаю некую многофакторную модель. И говорю, вот мне кажется, что должно быть примерно так. Меня начинают критиковать. Я говорю, ребят, не надо меня критиковать. Критиковать это бессмысленно. Если вы можете что-то здравое из того, что я пишу, использовать, используйте. Нет. Ребята, ну давайте дружить, как бы, читайте то, что я пишу. Мне же часто просто смешных постов, часто я стебусь просто, ну вижу какой-то бред явный. Я не могу пройти мимо, душа не позволяет. Евгений, ну у меня другую точку зрения. Я считаю, что если гуру любят, то ему простят очень многое. Хотя он три раза споткнется подряд, но харизма есть и все дальше. Ну вы напрасно так думаете. В действительности народ никогда ничего не прощает. Более того, люди годами уже закапывают тушенку по огородам. Уже места нет до тушенки и патронов. И ничего, люди любят. Слушайте, расскажите, где закупана тушенка. Я же с удовольствием пойду покупаю. Может быть, это будет выгоднее, чем заниматься той финией, которую я занимаюсь. Я приезжаю на периферию, и мне говорят, эти фамилии называют, которые я уже думал, что в Москве это уже патрон отстрелянный. На периферии говорят, а вот как вот он там? Так что он лажанулся, допустим, 10 лет лажанулся, но все равно его любят. Опять же, вы знаете, вот слово лажанулся, не лажанулся. Вот это все значит, что угадал, не угадал и так далее. Вы поймите, первое, никогда не надо быть умнее рынка. Рынок всегда умнее тебя. Вот вчерашняя ситуация. Мы же видели, вроде как нефть была достаточно слабой. Нефть, в общем-то, была ниже 40 и шла явно на уже 38 фигуру, а рубль был крепкий. Нонсенс. Казалось бы, надо вроде занимать, ну, если ты спекулянт, занимать противоположную позицию. Но почему-то шло все по-другому. И, ну, если ты умнее рынка и становишься против, становишься против тренда, тебя тренд закопает. Почему? Потому. Потому что рынок всегда умнее любого из нас. Глупее, одновременно умнее. Ты можешь быть 10 раз умнее рынка и предсказать, что будет через месяц, но за этот месяц тебя вынесут вперед ногами. Евгений, что такое запляшет на 60-х? Что такое запляшет, я не понял. Ну, я имею в виду следующее. Наверное, это не совсем экономический термин. Я имел в виду следующее, что у нас рубль будет колебаться в пределах 65, может быть, 67-69. Теперь предсказать, это будет 65,5 или 69,3 четверти. На каком горизонте будет колебаться? Что? Я не хочу вас повесить на гвозе. Просто интересно, на каком горизонте будет колебаться? А тут как раз все просто. Смотрите, если система не находит возмущения в лице каких-то новых внешних факторов, то сама по себе, ну как, спрос на валюту традиционно, он начинает усиливаться, в общем-то, где-то к июню. Соответственно, есть такая старая поговорка, sell and main go away. Соответственно, до мая, я думаю, что будет все примерно так же, как и в прошлом году, плюс-минус. Но тут есть один очень интересный фактор, который мы с вами должны учитывать. Понимаете, среди приоритетов Центрального банка, первый, понятное дело, приоритет – это денежно-кредитная политика и инфляция. И Центральный банк почему еще держит так жестко процентную ставку? Потому что боится инфляции. Для них это самое страшное, что может быть. Приоритет номер два – это золотовалютные резервы. Президент четко сказал, ребята, рост золота валютных резервов – это приоритет. Окей, так умным не надо быть, надо понимать, что Центральный банк в какой-то момент придет и будет выкупать валюту с биржи, как он и делал, кстати говоря, и в прошлом году. На каких уровнях? Ну, здесь очень сложно. Здесь, на мой взгляд, работает больше психология. Вот что я говорю. Смотрите, вот в этот раз, хотя у нас инфляция небольшая сейчас, мы понимаем прекрасно почему, в частности, доходы населения маленькие, спрос маленький и так далее, понятно, что инфляции, ну, нет ни с чего особо расти. Правда, пошли расти аксизы на бензин, везде подорожал бензин. Это один из факторов, который немножко будет поднимать инфляцию, но все равно. Так вот, Центральному банку для того, чтобы выкупать валюту с биржи, ну, невыгодно сегодня понижать процентную ставку. Значит, очевидно, они ее понизят тогда, когда, ну, что-то, по крайней мере, сынка выкупят. Мое мнение, что ребята рано или поздно на то ли текущих уровнях, то ли, может быть, еще там рубль, другой, третий, мы не знаем, на каких, вот, когда они решат. Ну, начнут потихонечку выкупать. Я не думаю, что они будут тянуть до, там, каких-то 50-х уровней. Вряд ли. Почему? Потому что бюджет это просто не простит. Вот у нас господин Глазев сказал, что рубль должен быть, как бы, там, в три раза, там, вроде как крепче. Все замечательно, тогда при другом бюджете, тут все просто. При текущем бюджете, ну, вот нынешние уровни, они уже не совсем комфортные. Соответственно, будут выкупать. Вот, собственно, и все. Поэтому я говорю про то, что пляшет. То есть, с одной стороны, да, есть макроэкономические факторы, которые подсказывают нам, что, очевидно, рубль может быть еще покрепче. С другой стороны, мы понимаем, что ЦБ рано или поздно хотелось бы выкупить часть валюты, чтобы пополнить резервы. В конце концов, кто от ордена откажется? Спасибо большое, Евгений, за интересный разговор. Мы поплясали в церях. Валяйте.